Исходное положение. Макушкой тянемся вверх, вытяжение вдоль позвоночника. Рука прямая, пальцы растопырены. Тянемся вниз. Разгибаем кисть. Разворот плечевого сустава к наружи. Продолжаем тянуться ладонью вниз. Наклоняем голову в противоположную сторону. Почувствовав натяжение в большом указательном и средних пальцах, аккуратно поднимаем плечо вверх. Положение кисти не теряем и опускаем вниз до умеренного натяжения. Натяжение должно ощущаться как 3-4 балла из возможных 10. Далее работа с локтевым нервом. Исходное положение тоже. Разгибаем кисть, сгибаем локоть, сгибаем плечо и отводим его в сторону. Чувствуем натяжение в мизинце, безымянном и в локте. Наклон головы в противоположную сторону. И 3-5 раз подъем из плеча вверх и вниз. Повторяем работу с лучевым нервом на второй руке. Выполняем аккуратно, потому что это нерв. Выполняем 3-5 раз на каждую руку. Очень важно не переусердствовать и ощущения должны быть по шкале от 1 до 10 на 3-4 балла. И важно чувствовать натяжение в большом указательном и средних пальцах. Эти упражнения позволяют улучшить скольжение лучевого и локтевого нервов, а не менее пальцев, руки, боль в руке, локтевом суставе, плече и шее. Все это может быть связано именно с этими нервами. Обязательно добавляйте эти упражнения в свои ежедневные комплексы упражнений. Данное упражнение может помочь при боли в коленном суставе. Главное не выполнять в той амплитуде и скорости, при которой вы почувствуете появление боли. Также оно используется для предотвращения травматизма коленного сустава, для повышения его стабильности. Необходимо научить нервную систему контролировать крайние зоны возможной амплитуды движения. Поэтому чем больше различных положений продемонстрируем в нервной системе, тем проще ей будет контролировать данный сустав в неожиданных ситуациях. Так как травма происходит обычно, если теряется контроль именно в суставе. Я показываю выполнение его в двух вариантах. Делайте столько раз, сколько вам комфортно. Ну как минимум раз 10. И следите за амплитудой, которая комфортна вам. То есть мы тренируем сустав, но вы не должны чувствовать болевых ощущений. То есть доводите до такого момента, пока вы не начнете чувствовать боль легкую. То есть должно быть в пределах комфорта. Теперь я использую вот такое усложнение, то есть резинку для фитнеса и тот утяжелитель, который у меня был. Вы можете использовать гирю небольшую, то есть взять какой-то небольшой вес для того, чтобы усложнить это упражнение. Для усложнения можно использовать различные положения. Нагрузку и скорость. Только все это постепенно. Таким образом мы тренируем и обучаем коленный сустав для каких-либо чрезвычайных и неудобных для него положений. И также используются эти упражнения для восстановления коленного сустава после полученной травмы. Для того, чтобы восстановить его до нормы. Если это видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, для того, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Будьте здоровы и до встречи в следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!